С российской презентацией новой Octavia прошло больше месяца, но только сейчас Skoda опубликовала полноценный прайс-лист на модель. Напомним, первой на наш рынок выйдет версия с турбомотором 1.4 TSI, 150 л.с. и системой старт-стоп. Лифтбэк с механикой может разогнаться до 100 км в час за 8 и 1 секунду, а с 8-ступенчатым автоматом за 9 секунд, максимальная скорость — 227 и 223 км в час соответственно. Такие машины нижегородской сборки уже доступны для заказа у дилеров, но продажи начнутся только после 15 ноября. Оснащение версии Active Plus включает 4 подушки безопасности, ESP-кондиционер, светодиодные фары и задние фонари, медиасистему Swing с 8-дюймовым экраном, 4 электростеклоподъемника, подогрев передних сидений, кнопку запуска двигателя, электромеханический ручник и стальные 16-дюймовые колеса. Крепление ESOFIX есть не только на втором ряду, но и на переднем пассажирском сидении, а у машин с автоматом штатно установлены подрулевые лепестки переключения передач. Версия Ambition Plus имеет 6 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, задний парктроник, обогрев форсунок омывателя, противотуманные фары, тоже светодиодные, круиз-контроль с ограничителем скорости, датчики света и дождя, дополнительные разъемы USB-C, один у зеркала заднего вида, два на втором ряду, 16-дюймовые легкосплавные колеса и другие передние сидения с регулировкой поясничной поддержки. Наконец, в комплектации Style Plus есть комбинированная обивка сидений, виртуальные приборы, медиа-система Balero с 10-дюймовым экраном, контурная подсветка салона, обогрев руля, система бесключевого доступа, передний парктроник, система контроля слепых зон, электропривод складывания зеркал и 17-дюймовые колеса. Для каждой комплектации предложены опции, включая адаптивные матричные фары, автопарковщик, электропривод передних сидений, трехзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль, работает на скорости до 210 км в час. Skoda Octavia 1,4 TSI с максимально возможным оснащением потянет на 2,4 миллиона рублей. Лифтбэки с моторами 1,6 MPI, 110 л.с. и 2 л. TSI, 190 сил, выйдут на российский рынок только в следующем году, цены на них пока не объявлены. Увы, других версий у нас не будет, модификации RS и Scout, универсалы и полноприводные варианты пока не рассматриваются даже в ключе импорта из Чехии. Спасибо за просмотр этого видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, для того чтобы всегда оставаться в центре актуальных автомобильных новостей.